Друзья, приветствую всех на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал Amarkets, торговые идеи, где мы на ежедневной основе публикуем большое количество инвестиционных идей и общих мнений по рынку в целом. Я думаю, что эта информация точно будет не лишней. Ну что ж, то, что происходит в моменте на финансовых рынках, это больше похоже на коррекцию. Я ни в коем случае не хочу отказаться от идеи потенциального снижения курса доллара, даже несмотря на то, что индекс американской валюты снова оказался в районе 90 пунктов. Друзья, тысячу раз я уже повторял вам, что любой тренд это постоянный переход инициативы от одних к другим. В данном случае сейчас локально бодрости на стороне покупателей, но это не значит то, что помимо технических факторов у них есть какой-то фундаментальный базис. Ни в коем случае не старайтесь перемудрить общий новостной фон, не поддавайтесь на ошибочное мнение, что на рынке назрел разворот, который приведет американскую валюту к каким-то новым локальным максимумам. Если вам нужна дополнительная информация, я каждый день готовлю для вас брифинги и рассказываю, что и как. Поэтому вместе со мной давайте продолжать следить за тем, что на рынках происходит. И если что-то изменится, поверьте, друзья, вы первые об этом узнаете. Что у нас интересного по американскому доллару прямо сейчас? Мы видим то, что локально, если обратить внимание на динамику азиатской сессии, индекс доллара снова продают, друзья. И снижение американской валюты накладывается на коррекцию на американском рынке. Долго 10-летние трежери сейчас на отметке 1,66% теряют около 1% с открытия дня. Вчерашние протоколы. Да, мы изначально, так же, как и все трейдеры, их ожидали, потому что протоколы – это еще одна возможность прояснить общий новостной фон и картину. И попробовать уловить сигналы новые, найти дополнительную информацию о сроках и условиях выхода американского регулятора из мягкой экономической политики. Но изначально, делая большой акцент на то, что ФРС – это проактивный финансовый институт, мы понимали, что это тот центральный банк, который руководствуется фактами и реальностью по макроэкономическим данным, прогнозами и ожиданиями. Поэтому по ФРСу, после того, как уже протоколы, ну, по сути, в истории, напоминаю, что это протоколы апрельского заседания, когда мы еще не видели последних данных по инфляции, показали, что риски для экономики американской сохраняются, поскольку ковид в каком-то проявлении, он еще фигурирует везде, во всех сводках и во всех макроэкономических индикаторах. Но в целом ситуация улучшается. И сегодня, когда я анализировал новостной фон, те эксперты, которые пытаются и аналитики объяснить роста доллара, они связывают его с якобы комментарием в этих протоколах о том, что если ситуация в экономике улучшится, то тогда будет уместно вернуться к вопросу обсуждения постепенного отказа от программы количественного смягчения. Ну, конечно же, они вернутся к этому вопросу. Мне кажется, это ежу понятно, друзья. Это логично, потому что глупо отрицать, что если экономика встала с колен и вернулась к допандемичным значениям, политика будет оставаться стимулирующей. Зачем? Друзья, я об этом тоже много раз говорил, что когда будет объективный прогресс, я, пожалуй, окажусь в числе первых трейдеров, которые будут рекомендовать вам снова покупать американский доллар. Но этого прогресса пока что нет. Закройте глаза на инфляцию, посмотрите на рынок труда. Бешеный показатель безработицы. Сегодня, кстати, у нас в 15-30 данные по заявкам. Я думаю, что в целом показатель снова будет в районе полумиллиона человек обращений. И если, опять же, отмотать немного назад, когда все рассчитывали, что ковид отступит уже к концу 2020 года, тогда эксперты прогнозировали, что в первом квартале 2021 года общее количество первичных недельных обращений будет в районе 250 тысяч. Ну, как они ошибались, друзья? Полмиллиона обращений за неделю. Это значит то, что без работы в США по-прежнему 8 миллионов человек. Но о каком тогда ужесточении денежно-кредитной политики можно говорить? В сухом остатке индекс доллара в приоритете. Сделка на снижение, я от нее не отказываюсь. У нас немного инструментов сейчас в работе, но короткая позиция по баксу – это одна из них. Золото – 1875. Вчера мы практически достигли нашей следующей цели. На отметке 1890 локальный хай был 1889. Я по-прежнему склонен полагаю то, что 1900 мы добьем. Рынок нефти 66.23, локальный минимум вчерашнего дня 65.29. Как круто, что мы вышли из оппозиции. Фактически закрыли по профиту наш ордер на хаяк. Друзья, я надеюсь, что вы прислушались к моей рекомендации и не стали мудрить, опять же, тогда, когда я рекомендовал выходить из сделки. Почему нефть снижается? Все снова вспомнили про Индию, где действительно из-за ковида. Общий показатель спроса снился на 20%. Да, эта тема имеет место быть, но она не главная. Главное – это ожидание прорыва в переговорах между США и Ираном по ядерной сделке. И вчера я говорил, что если все-таки стороны придут к какому-то дипломатическому компромиссу, если США не будут продлевать санкции, то Иран вернется на глобальный рынок нефти и увеличит поставки. Тем самым общий объем предложения вырастет на 1,5-2 миллиона баррелей. Все, конечно же, запаниковали и решили, что это вот зачинающийся, скажем так, прецедент роста предложения. Еще также данные по запасам были, которые показали рост на 1,3 миллиона. Но его можно оправдать тем, что это статистика, которая накладывается на инцидент с нефтепроводом колонии Пеплина, который мы говорили всю прошлую неделю. То есть этот нефтепровод не работал, топливо не транслировалось, не было необходимости перерабатывать нефть, чтобы снова генерировать нефтепродукты, потому что их нечего было, нечего из чего было поставлять. И в моменте образовался избыток, который вылился вот в эти цифры. Через неделю, друзья, мы снова будем наблюдать за данными по снижению запасов. Но это уже будет разговоры в следующей неделе, там, возможно, будут новые сделки пока вне рынка. Что касается других инвестидей, в работе у нас евро-доллар покупки 1,2182. Европейский Союз вчера повторил намерение вакцинировать к середине июля 70% населения. Если им удастся это сделать, то Европейский Союз на время станет лидирующим регионом по компании эффективности, компании вакцинации. И дай бог, чтобы у них, конечно же, все получилось. По поводу восстановления экономики в целом, я надеюсь, вы и так прекрасно знаете, конечно же, что возможность выбраться из ковида, из проблем, связанных с ковидом, и восстановить нормальную экономическую активность – это хорошая база для дальнейшего роста. Сети рекомендуют держать ланги по евро-доллару с целями 1,2350. Мне эта цель очень нравится, и я присоединяюсь к этой рекомендации. Фунт против доллара 1,4112. Я в лангах, буквально во второй день. Попутным ветром для фунта будет статистика, ждем завтра роничные продажи, но в целом на этой неделе данные по рынку труда и по инфляции они обнадежили и явно указали на то, что британские регуляторы все ближе к решению по росту процентных ставок и, в принципе, ужесточению денежно-кредитной политики. Поэтому здесь лонха в приоритете. И еще доллар-канадец у нас также с целью 1,20 пока сохраняется. Данные по инфляции вчера показали резкий скачок инфляции основного показателя и базового индекса. При росте инфляции, разумеется, возникает еще один соблазн для регулятора изменить денежно-кредитную политику. Я об этом также говорил, друзья, поэтому все сейчас в пользу того, чтобы мы держали короткую позицию. Я имею в виду в плане макроэкономического фона из Канады. Стоит только рынку нефти снова восстановиться и мы протестируем поддержку 1,20. На этом все. Большое спасибо за внимание и удачной торговой сессии. Всем пока!